У российских студенческих отрядов юбилей. Движению исполняется 60 лет. За это время через школу РСО прошло около 19 миллионов человек. Знаменательную дату будут отмечать с размахом. На три дня в Москву приедут студотряды со всей России. В их числе будут и тверские представители. Подробности выяснила Мария Шалованова, которая присутствовала на пресс-конференции. Куртки цвета хаки, значки кирпичей на левом плече, знаки различия и шевроны принадлежности. Именно так выглядит современный член студотряда. И скоро они в составе 6 тысяч человек съедутся в столицу России, чтобы массово и празднично отметить юбилейную дату создания движения. Глеб Смольков, руководитель Тверского отделения РСО, говорит, что тверская делегация еще ни разу не пропускала слеты. Тем более, такие масштабные, каким он будет в этом году. 6 тысяч участников со всей России. Ребята, есть люди, которые у нас в движении уже не первый год встретят своих друзей на слете. Все это открывается грандиозным концертом. Стрит-арт-фестиваль. Это разные творческие площадки. Всероссийский конкурс профмастерства, труд-крут, подведение итогов его. То есть спортивный фестиваль. Ежегодно массовый съезд студенческих отрядов со всей России меняет свою геолокацию. Однако все юбилейные слеты по сложившейся праздничной традиции проходят в Москве. А церемония открытия в Кремлевском дворце. В этом году именно на открытии слета организаторы объявят лучшее региональное отделение студенческих отрядов по итогам работы за год. В Тверское представительство войдут 19 человек. Строители и педагоги, проводники и сельскохозяйственники. Лучшие представители студотрядов Верхневолжья. Наши ребята на территории Тверской области ежегодно работают в летние периоды, в осенние периоды. В основном у нас очень сильные такие ребята. Это железнодорожники у нас ребята. Также педотряды, которые в том числе и в Артек у нас ездили. При колледже сервиса и туризма у нас тоже ребята очень хорошо отрабатывают это направление. Также участвуем мы в рамках больших всероссийских строек. За эту пятилетку тверские РСОшники могут похвастаться многими выполненными проектами. Они принимали участие в строительстве космодрома Восточный, Олимпиады 2014 в Сочи. Отряд проводников обслуживал пассажиров в Москве, Санкт-Петербурге, Адлере, Петрозаводске и Мурманске. Космодром Восточный, когда строился, со всей России принимал участие. С нашей стороны тоже был отряд из 14 человек туда уехал. Но наши ребята так хорошо работали, что они попросили потом еще отправить. Несколько человек, семь, еще дополнительно туда отправляли. Ну а чтобы попасть в студотряд, многого не нужно. Если вы активны и готовы помогать людям человек, то подробная информация о том, как попасть в Тверские РСО, на сайте и в соцсетях движения, а также в Комитете по делам молодежи города Твери.